Привет, дики! Я, настроение мим, это шоу гардеробщицы, оно не мое, но, значит, каждый раз, да, Кариночка приходила в чужие гардеробщики, и вот им-то все, понимаешь ли, там, вот им-то, разузнать, здесь, пожалуйста, вот им-то все расфинтифлюшить. Давайте-ка все-таки по ее как-то хоромам, да, пройдемся. Значит, видно, что, во-первых, моют, да, пыли в углах нет, а, нет, смотрите, какая мычащая, бесосная, да, но что пыль? От люкса, если, так можно, понимаешь ли, и аж как пудру на себя. Разувидели меня? Разувидели тебя? Я очень незаметна в окно, тут вообще охраны-то почти нет. Да, такие объекты не охраняют, значит, кому они нужны? Я бы поставила, знаешь, охранников такая, на каждую туфлю. Да нет, слушай, я пыталась дать в комиссионке старые вещи, такие копейки это все стоит. Да? Да, то есть типа из магазина выносишь, знаешь, как машины. Подожди, это я у тебя чуть-чуть прибрала. Чувствую, что денег много здесь, но они такие уже, знаешь, эфемерные. Эфемерные такие уже, никому не нужны. Ну такой вклад, конечно, я тебе скажу, коммерсант, ты так себе. Я в целом по бизнесу вот прям ноль. Мое образование мне не помогло. На самом деле я сразу скажу, что я знаю, что ты бывают устраиваешь такие типа как дни, когда такая говоришь, у меня такие вещички классные, ребята, налетайте. Есть такое у тебя? Есть такие вини. Есть даже такая, и твои подписчики, есть выстелы такие, ой, и все, по энтому я сегодня буду смотреть размеры. Между делом. Я поняла, у нас просто есть вип-список, клиенты, которые нас берут много, ну либо очень любимые клиенты. Мы обычно заливаем все в такую табличечку и присылаем им первыми, они первыми выбирают, а дальше уже выставляем для всех. Я поняла, я поняла, ну то есть Zara достанется мне. Важно понимать, что мы не в магазине. Так, не начинай. Потому что может показаться, что это шоу-рум, ну такой, знаете, элегантный. Элегантный. Ой, с чего начнем? С BDSM или все-таки с обуви? Я так и знала, что ты назовешь это BDSM. Ответственно. Почему я знала, что ты это сделаешь? Потому что твои наклонности, конечно. Вообще, в этом сезоне реально мои, видимо, наклонности вылазят дороже, потому что мне хочется быть ботом BDSM-щицей и вот это вот все, вот эти черноты, млетки. Да в конце концов, меня и встречали на входе вот эти люди с кляпами. Естественно, я сразу поняла, что такое будет. Настроение BDSM-чик. Где-то вечеринка рядом. Ой, откуда у тебя эта краса-дереса? Это McQueen. А, здрасте. Я привезла, видишь, оно еще как бы... Да, мне нравится. Как говорится, если что, сдашь. Это я для шоу готовилась из Милану, привезла, увидела, когда училась в арсет 18 века. Блин, ну он очень крутой. В нем даже вот так не поделать, то есть в нем только прямо спинку и от бедра на неделю моды. И как ты это все в Миланах учудила себе? Слушай, я, значит, училась в Марангоне. Это не твой кулинарный, поэтому, да? Мы должны были собрать образ для своих, ну, одноклассников типа. И я собирала образ... Вот эти, которые остались в России. Соберите им в конце концов какой-нибудь, они там ходят. И я должна была собрать образ на неделю моды в Тель-Авиве. И не знаю почему, по пути я нашла в адекватную вот эту вещь в McQueen. И как бы это вот осталось мне. Кстати, прикольно. Царевна миланская. Боже мой. Ну, и мне нравится, что девчонка такая, типа, если что, как говорится, всегда это самое. Запихали внутрь. Это мы на распродаже купили, я поносить не успела. И видишь, что это такое, у тебя сочетание люкс-делюкс и поджастер. Манго. Манго. Да. Массмарктерский. Я же такая девчонка, не то, плоскоподошвенная. Плоскоподошвенная? Максимально. Поэтому у меня только одна пара туфель. И то я даже не шпильки, а вот токенный, высокий каблук, но широкий, не могу. А у тебя раздорья шпилочные. Просто раздорья. А сабли он мне нравится, вот смотри, он сверху у тебя, просто самая тонкая, которую я увидела, шпильку, вот, и это леодорн. Это посадители. Не-не-не, я достаю. На этих, на носочках. Я очень люблю. Они суперудобные. Я не верю тебе. Нет, правда. Вот условно говоря, вот это неудобно, а вот это удобно. А, ну, было взято, потому что? Ну, потому что пион. Слушай, ну вот как, вот как оно может быть удобно? Ну, давай надевай. Ну, почему это неудобно? Типа ты, а когда примирала, осозналась, что колодка какая-то, и все таковская. Ну, мне удобно, ну, не знаю. Ну, так, девчонки говорят про шпильки, ой, ну, вот ента шпилька, ну, просто удобная. Удобная, это имеется в виду до двух часов на нехождение. После этого неудобно все. Распознали немножко, да, ребята? Да, но есть те, в которых 15 минут это мука, но вот в этом можно умирать сразу. Умирать-то умирать, но, как говорится, с песней. Ну, это просто, это умирать вообще. Боже мой, и что, это все, это красноподошленность, тьфу на нее, да? Ну, не вся, но... Ты осознаешь, допустим, что, ну, там неудобно, не можу, но сегодня надену. На съемки. А, тогда там что? Посидел красиво. Иногда, кстати, я прям, ну, на ивентах мучаюсь, ну, знаешь, но я знаю. Она немножечко этот, я же говорю, любит всякие такие. Да, нет, но ты знаешь, когда я делаю, ну, посмотри. Ну, подожди, ну, это самая красивая обувь. Ну, вот, вот, что, тебя это не возбуждает? Ну, посмотри, ну, это же очень красиво. Скорее всего, просто нога. Ну, смотри, ну, вот, ну, она очень красивая. Видишь, какая подъемчик становится? Форнуха-то, вот все, оно сходится. Отвечаю, у тебя просто порно-логово. Ноголовок. Порно-логово. С чумой, вечеринкой. Самая дорогая у тебя пара. Рассказывай, что-то. Ну, не, ну, это... Не вспомнишь? Ой, слушай, ну, там... Или знаешь что, давай даже не так, наплевать на самую дорогую, что нам ценники. Самая такая редкая, которую, шиш, вот найдешь. Вот, конечно, я вот смотрю на эту. Ну, это все найдешь, где найдешь. Или сам сделаешь, правильно? Ну, кстати, да, я не подумала. Увечка это красиво. Такая, это самая. Вот это, вот это вот, это не найти уже. Ну, слушай. Это Сен-Лоран очень старенький такой. Ну, по виду такие, знаешь, типа, для стандарта. Вот здесь у тебя все, ножка преет, а здесь ты зато дышишь свободно. Это у нас что за... Это русский бренд. Вот мы и добрались. Слажься, боярня. Значит, мы... Слышишь, если мохнатенько, значит, оно, как говорится, из России. Чтоб теплее было. Январские туфли. На самом деле, очень круто. Правда. И очень классный дизайн. И на самом деле, что еще примечательно для этого бренда, очень удобные. Ты профессионал. То есть, ты реально можешь сказать, там, условно, это туфля фейк, это не фейк, но условно. Слушай, не вижу у тебя ни одного фейка. Я не понимаю, почему. Я все убрала. Я все не поняла. Я все спрятала в другой комнате. Смотрим мы твои видео. Но ты приходишь и режешь Луи Виттоне. Да, вот я смотрю на Праду тоже, да, думаю, на Виттон твой. Че, может, я на самом деле сегодня? Нет, ну подожди, может, ты продавцом каким работала? Откуда ты разбиралась? Мне вообще кажется, что только продавцы могут отличить фейк от не фейка. Вот серьезно. Все остальные люди просто этого сделать не могут. Я не могу. Секрет, секрет. Хочешь секрет? Давай. Я действительно общалась с людьми, которые, знаешь, перешли на темную сторону, в этом смысле. Вот они леги-чекеры, серьезные, они работают на крупные бренды. Знаешь, как есть хакеры, каждый хакер, он появился когда-то из того, что был, ну, неусловно, там, защитником информации. И также леги-чекеры. А, подожди, они... Есть официальные, те, которые вот они стали крутыми. А потом те, которые пришли на темную сторону, потому что там, не знаю, больше платят. И вот я общалась с разными иностранными, не с русскими. Русские не в почете в этой профессии, это мы уже поняли. Ну, почему? Они говорят там на русском, некоторые ребята, с которыми я общалась, некоторые живут в Китае, некоторые живут вот в Индонезийской, короче, вся эта радость. И они мне рассказывали какие-то просто секретики. Каждому бренду свое, причем, типа, ты каждый раз готовишься, потому что, когда ты берешь, там, условно, какую-нибудь сумку, вот даже твой бетон взять. Ну, давай. Дело такое, да? Я боюсь ей давать свой бетон в руки, она режет все. Ножниц нет. Невозможно этому вот взять объяснение, допустим, что вот шовчик идет вот так, и все. И человек такой, типа, ага, все, теперь я все знаю. Потому что осознание того, что, типа, чуть-чуть, вот здесь вот у тебя, вот она ниточка желтая. Вот ее бывает подделывают, ну, суперидеально, ну, суперидеально. И вот только из-за того, что ты пересмотрел много-много этих сумок, ты потом осознаешься, что вот чуть-чуть, полутон отличается, все. И ты это видишь? Да. Ну, это уже просто, потому что через тебя прошло. Не, а знаешь, это все дичь. Дичь. Ты общаешься со семьянцами, они тебе все рассказывают, какие-то вот совсем детальки, всякие, знаешь, и бывает, подожди, ну, это же невозможно. Количество шовчиков, количество шовчиков. А у меня это же невозможно, то есть ты всегда держишь фейк, и не фейк. Тетрадь, у меня есть вот такая тетрадь, где куча-куча всего написано еще относительно того, как, типа, все это. Нет, я просто, я хочу теперь эту тетрадь. Есть такой миф. Он правдив. Правдив. Нет, правда, есть такой миф, что в России не покупаете никогда. Типа в дисконтах? Я даже не про дисконты, а вот даже про магазины конкретные, большие, с люксом, да, туда все, вся Москва ходит. Я тебе уже столько намоток дала. Да, я знаю просто о чем ты. Есть такой миф, что туда люди приходят и покупают в итоге просто качественные фейки, что там буквально 80%, причем это говорят, ну, как бы, такие люди, которые, как говорится, врать не будут, говорят о том, что там 80% фейков. Слушай, ну, это давняя система. Есть, в принципе, бренды, которые позиционируют то, что, типа, не для аутлетов, типа, как для не дисконт, как это называется, сток. Ну, да, сток. Они повторяют, условно, какие-нибудь модели, типа, в более худшем качестве, и по-янтому, когда вы, допустим, приходите в сток, вы можете, найти настоящего бренда что-то, но, там, не знаю, чуть хуже материал или чуть хуже, дешевле фурнитура. Так делают и сами бренды. Но это правда, что есть у нас сайты, магазины, которые мешают. Да, они именно мешают. Ну, и вы думаешь, такая я, как будто я в деле. Игра, игра, игра. Ты же хотела порыться в гардеробной. Да, очень сильно. Найди среди всех этих сумок фейк. Здесь есть один фейк. Понюхала. Она понюхала. Она понюхала. Она сказала, что это все пулщица. Ну, я же, нет, 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 я же не на зуб. Она понюхала. Не на зуб же, не на зуб. Понимаешь, она у тебя тертая сама в себе. И тут, как бы, типа, вместо дедукции, индукции или что-то такого. Ой, она очень тертая. Она пережила много. Ну, как-то вот можно, типа, догадаться, что вряд ли. Потому что она, скорее всего, если паль, то ты ее взяла, ну, давеча. Моника. Моника. Да, да, такая видюлька. У тебя она едет. Ой, без кольца. Какая классная сумка. Ёшкин дрым. Рюди, рюди. Нет? Немножечко хайп, я шин-профешен от коришки. Элегантно? Ну, все, русло. Иду покорять. Русский мужик, знаешь, тебе надо эту косу или там что-то. И поля. А я буду морячком. Ой, я не знаю, тяжело. А вдруг это какая-то... Ну, вот Валентина, посмотри, Дольче Габбана, посмотри, итальянские. У Фэнди, когда они делают подделки, они делают чуть тоньше сам по себе вот шрифт перемычки, перемычки. И Фэнди сами там вот написаны сбоку, а на фейках практически всегда забывают здесь написать. Я, кстати, Валентина очень плохой любит человек, я могу сказать ей сразу. Я обожаю, как она это делает. Посмотреть на это вечно. А как давно она у тебя? Пять лет назад. Пять лет ты до сих пор не отодрала Леночку? Нет. А зачем? Давай, отдавай. Лишим ее. Девственность? Угу, чуть-чуть. Все, теперь на ней пятно. Ты уже ее потрогала. Ты ее понюхала, посмотрела. Она не могла быть, да серьезно? Да. Да? Она меня смутила своей потертостью. Я решила, что у тебя она не может быть, Палю, потому что она у тебя давно уже. Она. Она, она. Тупая курица. Вот сюда смотрела и думаю, что-то не то. А потом думаю, ну может винтаж, может быть они сначала там, не знаю, в 2К6, короче, делали так, что типа сюда подгребали. Могла сразу, могла сразу. Меня сбила эта старина. Смотри, ну раз уж у нас первая игра прошла, за первой должна идти вторая. Городки. Вот ты сказала, ты летел. Я не знаю, не умею. Там лебедь, по синему небу. Не было. Если ты поколение Z, одень меня как поколение Z из моего шмота. Ебой, но все на самом деле, ты классно одета сейчас. Я сегодня нарядилась вообще в вечернее платье, как обычно, к вам тут красивая вся на туфлях. Блин, ко мне чума-вечеринка сейчас скажет, что это за вообще тут вылетелось. Я бы не сказала, я бы только подумала. Ты, между прочим, одна из первых, мне кажется, на нашем, типа на русском инстаграме, я не знаю, как это сказать, начала типа образы. Давайте вот янта, вот янта, вот янта соберем. Вы слышали? Вы слышали? Историк моды, как сказать, записал сейчас на видео, что мои видео были первыми в факен в России. Давай, собирай меня. Как бы чума-вечеринка пошла на вечеринку? Так, во-первых, так бы я, возможно, пошла, на самом деле. Ну, это не считается, в этом я уже к тебе пришлю. Да, хорошо, просто я на тебя еще какие-нибудь кроссы отличные нацепить и вообще просто огнище-бородище. Но у меня нет коллекции кросс, как у тебя. Блин, я просто радеюсь, знаете, за осознанное потребление, но кроссы у меня не осознанное потребление. Не, ну подожди, ты женщина, у тебя должно быть... Ты женщина. Ты женщина, у тебя должно быть слабость. Ну да, вот условно, посчитайте, что янта собирательства марок. Кроссовок у меня сейчас как бы всего лишь 43 пары и все. Ну, есть просто те, которые я даже не надевала ни разу, потому что они просто коллекционные. Они просто как коллекционные, да? Три пары вообще не моего размера. В смысле? Ну просто они... Ты у мужика отобрала или что? Ну типа, они, короче, просто 26,5 сантиметров. Это, по-моему, то ли 44, то ли 43, 43, по-моему, даже уже размер. И я понимаю, что я могу подарить их там своим друзьям. Разыграть, отдать. А я стала, знаешь, что разыгрывать? Книги. Я недавно привезла из Италии, смотри, книги. Вот 60-е, декада. Мы их будем разыгрывать? Давай разыграем. Давай. Давай. Слушай, а можно я поучаствую? Можно. Смотри, вот эта вот книга крутая. Здесь фэшн-фотография как раз в декадах. Ну то есть там 20-е, 30-е, вот самые знаковые работы, фотоработы. А это декада, ну, 60-е. А гостям ничего ты... Ничего не предполагаешь, но я вот просто думаю. Ну давай что-то такое, типа, просветительское, что-то связанное с литературой как раз. Давай замусолим литературного героя и фэшн. Это девочка. Мир волшебный, в котором она находилась. Значит, есть у нее друзья, которые не менее стильные, чем она. И все они находились в больших-больших поисках. Ну вот интерактив простой. Кто угадает, тому книга двум. Но кому-то рандомному. И это не значит, что первый написал, тот и забрал. Просто кто-то рандомный и получит. Короче, сегодня туса в клубешнике у меня будет. Там тебя с 19 часов, где-то все таково. Сказать, я иду вот так, потому что, как бы, ха, наплевать. И обязательно въеду, да. Я поняла. Дополнение теперь. Каблуки идут нафиг сразу все. Вот эти все твои шпилюки. Так у меня больше ничего не осталось. Кляйн, так сделали круто, вот эти штучки. А ты взяла и манго взяла. Ну, не было денег на кляйна, и я, видимо, взяла, что было. Не было у нее денег на кляйна. Не, ну, в смысле, я тебе серьезно говорю, ну, я не могу же покупать все знаковые вещи, и я не транжира. Все, ладно, хорошо. А манго, как бы, это подешевле. Я не уверена, Карина. Кстати, одежду люксовую я не покупаю. Ага, типа, тебе дарится? Нет. Я покупаю зару, манго, вот это все. Да, хорошо. В обуви я тоже не сильно привередлива. Ну, фаст-фешен тоже твой. Главное, что, типа, ты покупаешь, чтобы ты все это не выбрасывала, отдаешь. Ну, и замечательно. Ну, кстати, классные вот, Янти, очень сильно. Очень крутые, такая спиралька. Сколько мы они стоили? 2015. Очень коротенькие, какие-то тонкие, какие-то тонкие. Очень много брендов повторили прозрачность, и Кардашьян молодец, а остальные все нет. Ну, они клевые, кстати, нет, хорошо, они мне нравятся. Ладно. Я надеюсь, что вот из-за этих резинок у тебя пальцы не вылезают вперед. Я, кстати, не носила их еще пока. О, боже мой, вот тоже хорошо, очень роскошно. Вот, Ян, там просто вот стрит-вир, парижская неделя. Это что-то привезли, 6 тысяч рублей. Парижская неделя моды, и ты такая, ежели пойдешь, типа, на улочки, и такая, шмош-мой-мой. Это мой бренд. Но я не покупаю паль, это прям, ну, вот мои люди шьют. Где шьют? В России. Серьезно? В Подмосковье. Очень красивая пальтиха. Даже вот ты берешь что-то масс-маркетовское, вот прям вот Янти силуэты такие, состояние селиновского. Я, знаешь, почему я не покупаю селин? А, почему? Я не успеваю. Телки все приходят, скупают, а я как это, а, б, туда-сюда, пока приехала, ничего нет. Ну, а тебе нравится Янти стиль? Ну, мне очень нравится. Янти круто очень. Такая, знаете... Это Зара на 3 тысячи. Не-не-не, ну, ты знаешь, стиль такой, типа, как из Санта-Барбары, когда ты идешь такая в шелковом халатике. Да-да-да-да, кстати, да. Американцы, они, да, они в красочах придут на какие-нибудь пати и не задумаются. А европейцы, если мы говорим про Париж, если мы говорим про Милан, все придут на небольшом, но на каблуке. Ну, или хотя бы какие-то балетки, ну, типа, что-то элегантное, женственное, условно говоря. Нет, нет, у них нет. Не, ну, есть, конечно, у тебя прямо образец, знаешь, такой, ну, типа, роскошь такая, она должна стоять музейно. Вот эти все... Это мои свадебные туфли. Офигеть! Прям зелено уже, какие-то красные, обтертые. Я хотела это не показывать. Ян-то просто растюдесина. Ты пойдешь в них тусоваться сегодня. Хорошо. Такая съемочная тема. Вы просто покупаете себе там в масс-маркете и ходите в них каждый день и прочее. Вы себе гробите колени. И вот в Янтум смысле я как раз поддерживаю бренды, которые именно занимаются разработкой кросс. Всегда можно найти стильные кроссы среди брендов, которые именно занимаются. Янтум, кроссы в масс-маркете лучше не брать. В настроении, янтум, тэц. У тебя есть вообще стритмирные марки какие-нибудь? Нет. У меня есть... Ну, что-то, да. Собрали. Тогда голенькая пойду. В туфельках иди и все себе спокойно. Но предлагаю все равно тебе одеть в... Пальто могу свое надеть. Такую. Сделать из тебя цвета сгущенки. Чумая вечеринка и сгущенка. Сгущенка. Каринка сгущенка. Значит, я в настроении и сейчас спрошу у вас билетики. Кондукторша такая. Нажму на тормоза. Короче. Здесь па джаста ля винтажу. Ммм, шелка. Это очень старенький гучи до микелли. До того, как появился фэшн трэш вот этот. Ага. Это вот еще сдержанно. У меня, кстати, есть это вот в один день все покупалось. Такие же старенькие джинсики. Ну, джинсики. Видишь, еще вот прям, ну, прям старенькие. Слушай, а смотрится... Даже посадочка низ такая. Смотрится, ну, чисто 2002 твой рынок свердловский. Как будто бы настроение, этот, блошинный европейский рынок. Очень круто. Короче, надо вот эту вот только вскрыть элегантно. Давай, ремень. Ну, эту тут бедную корову трогать не будем. Сядет как влитой. А? Просто все. О, ты просто царица Парижа. Так, что-то она теперь лишаком. Может, эти казачки? Сельский парень. И? И такая... Нет, она лишняя сюда. Но это больше мой стиль. Ну, так мы и должны твой стиль показать. Ну, нет, 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 подожди, что? Я же не совсем такая прям кончита. Твоя же задача. Ты же пришла громить мой гардероб. Я хочу, как ты. Я хочу, как ты. Это как большое меню в ресторане. Вот у тебя такой выбор, что просто думаешь... Ёшкин дрын. Приветики. Приветики баргузетики. Приветики котики, котики, котики. Китики. Китики. Черт, ну приветики, китики. Ну, все, тогда вот тебе больше аксессуар. Все. Историк моды. Ага. Так, оцените по, там, десятибалльной шкале. Я похожа сейчас на чему вечеринку? Очень сильно, очень сильно. Ян-то я. Да? Честное словцо. Ну, все. Давай, вставайте, реально прикольно. Есть что, знаешь, что сочетание разного джинса. Е-бой, е-бой. Все, ян-то я, точно вам говорю. Бесвкусная баба, скажут они. А, новатор, скажу я. Короче, мне нравится, что мы сочетаем разные по цвету джинсы. И причем сочетаем не рядом друг с другом, а в одно настроение параллели. Мне нравится, что мы берем винтажную блузку, и по ней видно, что она винтажная. И это правда роскошно. И сочетаемся абсолютно на вид винтажным ремнем, что очень классно. Не винтажный, но да. Но выглядит так именно, с этой пряжкой усиленной, немножечко такой стертой. Если она у вас новая, подстирайте ее обязательно. И еще мы убираем у джинс, где вот ян-то тут, ну такой вот немножечко, как бы тут, Зара. Ну не Зару мы убираем, а морщинец, то есть вот ян-то, который создает очень странный антураж. Вокруг вот животик, и так. Да, ян-то зачем? Акцент на обувь делаем просто роскошно. И вроде бы здесь акцент. Здесь просто мы типа лайтовенько. И обувка. Обувка, опять же, тоже на ней там куча всего, да. Вот почему не подошла ян-то? Потому что опять на ней много всего цветов разнообразных. Типа перебор. Потому что у нас и так блузошечка такая. Я бы пошла так. Ну типа это не мой стиль, я имею в виду, я так не прям это. Но если бы с тобой под ручку, я была бы Каринка-сгущенка. Сгущенка, давай. Она уже не сгущенка. Но я уже, да. Уже такая это. Тигрица-меловица. Тигрица-меловица и чума-вечеринка. Гаврош. Гаврош. А на вечеринках ты одна? Ты же сейчас не одна спрашиваешь, почему шмот. Бывает, что ты прям с конкурентом столкнулась одного и того же человека? Не разу, потому что конкуренты платят массовки, чтобы у них стояли богачи как будто бы. Серьезно? Да. Не, ну подожди, ну прям платят? Соль в том, что я знаю про конкурентов, про которых, мне кажется, ты говоришь. И они стоят в фейках и говорят, что это так. И фейки потом подсчитывают. Понятное дело, что сейчас там, возможно, у них там и нормально. Но у них очень много выпусков, где откровенная паль, где зачем-то все сделано не так. Специально все, короче, подстроено. Все ради вот холивара в комментах и все отлично, как бы они делают свой бизнес. Я не встречаюсь с ними, потому что я не на тех тусовках, на которых они. Я просто слежу и я очень люблю и дружу с Гошей Карцевой. Вы были, например, с Гошей на одном какой-то тейп-вейке. А Гошка-то, конечно, я думала, ты про других. Других я не смотрю, но знаю. А Гошку-то я знаю. Я еще его знала до того, как он канал на Ютубе основал. Он мне рассказывал, как он будет основывать на Ютубе канал вообще никаких антих самых. Где ты взяла этот тренд? Ну, типа... За рубежа. За рубежа. За рубежа. Ну, за рубежом. Ну, в России ты была первая. А я не знаю. Колян Питерский был первее меня. Был такой чувак в Петерберге. Не знаю. Вот. Просто я, типа, первая хайпанула, наверное. Так, Чума, у меня к тебе последняя игра. Заключительная. Да. Простите. Крайняя вот эти вот все слова дурацкие. Крайняя дурацкая слова. А заключительная норма. У нас есть соревнования сезона. Мы собираем образ. Ну, обычно героиня собирает себе образ. И самого дорогого шмота, который у нее есть. Он должен не сочетаться. Это может быть вообще полное... Вообще чучело. Трэшанина. Трэшанина. Но самое дорогое. А что же мы пропагандируем? Ничего. Никакой пропаганды. Эрмес у тебя по-любому самый дорогой. Но он, блин, один... Она не может стоить. Короче, все остальные дешевле точно. Дешевле, да. Варановская тебе туфля. Подожди, а как же? Ну, это все, это не Кэрри. Я не Кэрри. Но Карина похожа, в принципе. Свадебные туфли Кэрри Брэдшу. Отвечай ты мне. Это они, те самые. Эмманула Бланниковский синий с такой вот штукой. Обалдеть можно. Я купила только из-за того, что она их носила. Давай тогда две на тебя наденем. Одна будет... Левая такая, правая такая. Ох, как раз я ее взяла. Красиво, мне нравится. Вот. И... Ну, держи. Ну и все, тебе вот что там нашла. Это у нас немножечко как бы... Ролях. Чуть-чуть. Ролях. Чуть-чуть стопим Гучи. Чуть-чуть как бы... У него нос отвалился. Гучи может себе позволить как бы... Это Кортье, мать. А, о, о. О, а Гучи... Гучи выпустили на днях мужскую такую. Я знаю, да. Да. Кортье. Тут вот тоже немножечко этот самый знаменитый. Шанел, часы тоже. Я же ношу двое часов. Носи ты. Вот. У меня же должен быть оставаться твой стиль. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну и тут тебе золотоключивость. Я вообще угораю. Вот у меня здесь путч. Мне, кстати... Чума. Ты никогда не снимаешь, да? Чума, что ты всегда ходишь. Это Бендес мне подарил. Ребята, русский бренд делать из белого злата. И это тоже русский бренд. Путч. 1991 год. Значит, здесь у нас как бы Шанел в рулях. Тиффани. Тиффани 2. Значит, здесь у нас золотой ключик в состоянии Буратино. Пояс оставим, потому что, да? Каждый рубль на счету. Пар придется две покупать. По ентому и там целиком пару посчитаем. И ент от Лорановскую. Кстати, получился реально стильно. Чума Чече, да? Чума вечеринка. Вот это все. Но как бы стильный ободок, наверное, прям нет. А вот все остальное. Я предлагаю на превью вот я этот образ, а не предыдущий. Давай, давай, давай. Заключительные аккорды. Заключительные аккорды. Чему вечеринки. Ну, приветики, Китюлька. Ну, привет. Учимся, работаем. Гимошница какая? Да нет. Я марангошница. Ааа. Прости, извините. Бюджетница была. Слушай, ну обувка роскошная. Где брала, почем, что, как? Рассказывай. Вдруг подарил кто? Манала Бланник. Манала Бланник подарили. А почему? Ну, как думаешь, сколько мы стоим? Слушай, сколько? Нет, тысяча сетя? Ну, до скорости всего. Я поняла. А вторая, я смотрю, делала какая-то энергия. А вот это мне подарили вип-веню. Это Сен-Лоран. Я обожаю вот эти подарки. Сен-Лоран, но они стоят 80-90 тысяч. Ну, там десятки больше, меньше. Это джинсы зарос распродаж. Нашли в тебе. Вот ген-то-то. Экономное. Зернышко-то. Экономное. Какая-то фольга роскош. Это Сен-Лоран, но очень старый. Но по золотой нити не видно. Очень старый, а покупала на Новый Год. Но в этом, знаешь, где Ваутлете, под Миланом. Тогда, конечно. Подешевле. То бишь, вышло примерно. 80 с чем-то там. Ну, да, сколько, говорится. Так, я думаю, он 200, а так было там процент 50. Мощный сейл, как говорится. Мощный сейл. Вот я на все. Я люблю такие эти цифры. Ух. Ну, здесь, да. Чуть-чуть. Вот, видите, хлыстовая наша натура. Так, это на Монте Наполеона купила. Это, ребята. 150 где-то тысяч. Близ Череповца. Если кто не знает, я думаю, улицу там что-то как. Ага, 150. 150 где-то там, ну, плюс-минус. Не в рублях. Ой, краса-дереса, такая ты из сказок вышедшая. Это у нас Прада. Ну, да. Ухватили им пати, он такой красот. Слушай, ну, он 1020 стоит. Чуть-чуть там недорого. Ну, конечно, слушай, сравнение. Не, ну вот этот цифр, где логотипчик, тот полтос. Да, а мы сэкономили с тобой, правильно? А мы, да, мы экономили. Куда нам это Прада, зачем? Здесь у нас, ну, я прям не можу, да? Ни рюкзаки, ни это, зачем нам это все? Как бы, когда есть, понимаешь ли? 700? В евро. Я просто пытаюсь не считать. У меня с математика я сломалась. Ну, я просто, маленькая твоя комнатка в Вологде. Все, не начинай, не зли людей. Помещайся. Мне же стыдно. Ролях. Давай скажем, что на Дубровке. А там, как бы, все сами почитают. Нет. Нет, это мне муж подарил на день рождения. На какой? 24? Тебе скоро 24? Стремись, как говорится. Ну, Тиффани что тут? Тиффани тоже подарили. Это на 8 марта или типа такого. Осознали бы или нет. Тиффани тоже там, 8 марта. Дары вот, я не знаю. Ой, а вот. День стоп, Валентина. Ой, ой. Ценник не будем называть этого. 6 миллионов где-то, наверное. Да, это картье. Я бы ивела. Это картье. Это два карата, но это свадебное. Мне кажется, что вокруг этого пальчика должны бегать маленькие эти охранники. Маленькие такие. А как они меня защищают? Ну, с семечками. Такие, размером с семечку. Такие, Тиффани, хотя бы кольцо защищать. Что ты? Кстати, мне кажется, это крутая идея для создания нового кольца. Вот и я тоже думаю, правильно? А вот опять же, опять же, да. Такие вот у меня есть идеи. Я вот просто смотрю, у тебя столько миллионов, что вроде бы, какие надо его обсудить.